Нарина и Вита живет по адресу город Челябинск, улица 1, Литомская, дом 100, квартира 300. Это персональные данные? Да. На примере вымышленных героев школьникам объясняют, что такое персональные данные. Не только имя и фамилия, но и адрес или, например, место учебы. И полбеды, если человека заносят в базу и начинают забрасывать спамом. Хуже, когда на него открывают охоту мошенники. Это как раз звонки от мошенников, которые, узнав каким-то образом ваши персональные данные, начинают разванивать и говорить о том, что либо у вас пытаются сейчас списать деньги, либо на вас оформлен кредит. Могут взломать страницу в соцсетях, либо прислать письмо или сообщение в мессенджер с вредоносным файлом. Даже в забавной гифке может быть угроза. Следите за паролями, следите за обновленными антивирусниками, не переписывайтесь со всеми подряд во всяких чатиках. Особенно это касается молодых людей. После теоретической части школьникам предложили отработать приемы самообороны. На практике им раздали задания. Давайте представим такую ситуацию, что твои данные случайно попали к мошенникам. Какие будут твои действия? Сменить пароли, оповестить всех близких и знакомых, чтобы они знали, что эта страница на данный момент пока не принадлежит. Можно пожаловаться в местный Роскомнадзор или в правоохранительные органы. У школьников, кстати, есть шанс и самим стать специалистами по кибербезопасности. Например, белыми хакерами. То есть они работают почти как хакеры, но главную ресурсу уже компании законно. И для этого они работают на компании, ищут уязвимости, которые потом исправляют разработчики. Как говорят эксперты, сейчас наблюдается большая нехватка специалистов по кибербезопасности разработчиков. На Южном Урале эти профессии можно освоить в ряде вузов.